это мое последнее видео по разбору блокнотиков которые находятся у меня в коллекции ожидают своего часа выхода на сцену а именно выхода на рабочий стол формат а4 сегодня это самый крупный формат из тех что есть и я вам покажу все свои сокровища начну вот с этой вот тетрадки у меня их две штуки по чистой случайности не знаю как вообще я их увидела разведела в общем я люблю магазины где продается вот все-все-все-все-все-все в италии например такими магазин есть все по одному евро или какие-то там старые канцелярские магазины или старые какие-то букинистические магазины там кроме помимо всего прочего кроме книг есть еще и вот такие вот находки как это книга книга блокнот дело в том что это какое-то издание почты здесь есть целая история потому что такая обложка они отмечали по столетия или сколько это почты и вот они порта леттеры с целым текстом кто такие почтальоны всю историю здесь приводят это такой блокнот который перемежается бумага очень хорошая при том что на каждой страничке внизу есть все числа месяца чтобы обводить если использую как ежедневник также дату можно выбрать и месяц вот такой вот блокнот я вам покажу здесь он сделан по полоску какая-то часть сделана в клеточку пошла если его полистать то там будут изображения почтальонов как они доносили письма в разные времена и есть видите просто белые листы есть вот такие листы вот такая вот такой вот альбом очень красивый а качество бумаги невероятная купила их таких 2 мне кажется две катки было так и купила по одному евро стоит не знаю для чего я их могу завести потому что для меня они обладают для меня обладает в наивысшей ценностью потому что я понимаю что таких книг больше нет я уже рассказывал что для меня например малескина хотя не стоит дорого электру мы в таком плане даже не что тысячу там или две для меня не не такие ценные как вот такие вот исторические издания которые где-то выхватила захватила сколько бы не столь я понимаю что мне уже подобного не найти поэтому для меня сложнее для чего-то завести такого то есть я проще завожу малескина для каких-то своих запису ли чем вот такой вот еще один у меня блокнот на спиральке это из турции тоже формат а4 он мне понравился тем что здесь кофейные стаканчики но очень красивые внутри вот такой вот он красивый бумага внутри не очень скажу чтобы хорошая она достаточно тонкая но тоже для заметок самое то есть отрывная линия есть поля можно что-то записывать пока ничего не записывала хотя купить в турции в турции его купила естественно гораздо реальнее чем вот найти исторический экземпляр в италии с почты вот такие две у меня тетрадки есть это родия они небольшие с очень хороший я их заказывала на озоне не у меня же ждут здесь вот таким вот с такой какой-то золотинкой тут просто раньше вообще-то очень классные классная фирма недавно для себя и открыла про не уже несколько раз рассказывала потрясающая бумага очень гладкие листы делают во франции и и поэтому но такая тетрадка рублей помощь 300 стоит 48 листов пока ее ни на что не завела такой вот у меня есть вот такая вот тетрадка большая он показывала такую маленькую формата опять вот такая же мне а4 тоже на озоне покупала здесь потрясающая бумага тоже из страны и листочки можно что угодно писать но мне их заводить не жалко поэтому скоро их для чего-то заведу тоже может быть показывала но так как я теперь распределила обогнуты по размерам и показываю их размера еще радио 3 и 4 блокнота все они разные это везде формат а4 это что это в точку это белые просто листы будут это будет в линейку это тоже в линейку и посмотрите здесь желтые листы с полями у меня вот этого блокнота знаете такое ощущение всегда когда раньше в американских книгах показывали книгах фильмах показывали какие-то там из детектив исследователи что-то ведут всегда писали на таких вот желтых листах отрывных какие-то свои заметки я вот купила себе подобные а4 формата я вообще люблю а4 формат я очень люблю альбомы формата а4 для того чтобы там что-то зарисовывать записывать для меня самый такой классный ходовой формат это электро формат у него даже больше чем а4 называется а4 плюс это ежедневник еженедельник я использую такие блокноты просто как записную книжку у них на с одной стороны из которой не пишу разметка под даты а с другой стороны как раз просто полинованная бумага все это чем не 2 fabriano это еще из магазина художник до того как все подорожало вот этот вот стоит 807 рублей стоит 769 рублей fabriano делается в италии они делают акцент на бумаге то есть они не производят практически никаких записных книжек или ежедневников у них все в банку вложено в италии полностью делают вот такие вот два альбома с белой бумагой запечатанные есть вам уже показывала у меня fabriano есть альбомы которые гораздо проще используем что они на спиральке и попроще видом но это прям совсем с переплетом вот такая вот тетрадка с региона велита у меня есть тоже название заказывала очень классно это наше уже издание бумага такая самая простая но здесь самая красивая естественно это обложечка так я вам говорила что я люблю альбомы люблю зарисовывать что-то я вообще очень много рисую но чтобы дети не представляли что там какие-то портреты пейзажи рису это просто какие-то линии которыми я себе зарисовываю свои мысли то есть я вот линиями зарисовываю свои мысли и потом по ним ориентирует что и что я имела ввиду мои каракули понимаю только я наверное в этом плане два таких альбома у меня есть с видами венеции естественно что есть что-то с видами италии то как бы это не выглядело я всегда покупаю вот такие альбомы есть тем более люблю толстую бумагу мне очень нравится кажется просвечивает на обратной стороне поэтому я всегда еще с одной стороны только пишу бумаги на обратной стороне никогда не пишет у меня с моих университетских времен повелось то время конспекты вела вот такой вот альбом я купила когда ездила в москву акварель воровицкие ворота московского кремля 1852 год вот такой вот у меня альбом тоже ждет часа это просто альбом с белыми листами зимний антураж поэтому надо дождаться зимы еще одна тетрадь из турции в турции я очень люблю тоже вот такие магазины где продается все подряд потому что как раз таки там можно какие-то интересные вещи найти вот такая тетрадка у нее пластиковая обложка что очень хорошо что она не обдрымкается не обдерется а с другой стороны турецкий алфавит одно из моих обе это проходить иностранные языки по самоучителям естественно турецкий тоже у меня уже был в моей коллекции и у меня их таких нет несколько было тетради в одной из таких я и писала как раз решала задание и проходила самоучить по турецкому языку потому что вот тут тебе как раз и создан барной стороны и алфавитик написан очень удобно вот такой вот альбом альбом тетрадь в зоне его заказала тоже формата а4 был только такого цвета шоколадного глубокого очень такой кофейный мне кажется альбом вот с такими вот листами был он недорогой поэтому я его купила с кармашком то есть такой вот аналог молескин потому что эти скругленные концы резиночка кармашек закладочка есть тут вот что-то написано хорошо запакован для конспектов для чего-то еще точно подойдет сейчас как раз я называется флакнот деловой коричневый закончила свой норвежский и у меня впереди латинский самоучитель меня ждет и датский вот такой вот у меня альбом с кактусами здесь отдельно есть спиральки для того чтобы вот так вот его собрать и устроить из него либо просто какой-то альбом на спиральки либо можно использовать его как фото альбом ну я вот не знаю для чего с другой подняться девять рублей знаете стоил фикс фикс прайс тоже это великолепный великолепная . где можно поискать и найти самые необычные и пишущие принадлежности и также блокноты вот это вот мне кажется даже не в рамках блокнота продавалась как фото альбом то есть тоже везде нужно во всех разных самых отделах искать и магазинах потому что если ты смотришь только в канцелярских товарах там выбор ограничен а если ты смотришь везде 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 то ты можешь найти какие-то уникальные новинки или то что вообще не предполагалось как альбом или как тетрадка но какой-то вот такой блокнотик необычный может попасть абсолютно в любом месте и две последних у меня тетради не знаю показывала им или нет стоили мне 9 95 10 евро в принципе не дорого для тех времен и это такая классная фирма на звездное небо это из италии я привезла двадцатом году 20 года вот они у меня ждут звездное небо и здесь разные разные созвездия это тетради сделаны для университетских записей потому что здесь есть несколько уже очень удобно отравны листы дату можно подписывать на три раздела разделены это полосочку это клеточку листы и это . они приложены вот такими вот заметками если про италию говорит то в италию в италии как в школе так и в университете пишут все пишут формате а4 что в принципе могу понять почему потому что сам удобный формат удобно и зарисовать графики схемы если мы говорим про изучение языка то очень удобно таблицы рисовать грамматические схемы ведь он как еще красиво на свете отображается у меня таких альбома было три изначально привезено и один был с великанами с великанами он у меня вот уже как раз четыре года живет я в нем пишу абсолютно тоже рандомные мысли я назвала этот блокнотик дебальдона диппенсери такой смешанный формат мыслей где можно писать все что все что приходит в голову и благодаря тому что формат а4 то можно что-то зарисовать можно записать можно это оставить какие-то закладочки сделать и вообще писать все что угодно и зарисовать в том числе поэтому формат а4 он самый удобный который поместит помеха что по месяц все наши задумки и планы если говорить какие форматы еще бывают конечно после а4 бывает еще а3 а2 и 11 это ватман а0 это ватман уже такой самый огромный а3 это в два раза больше чем а4 то есть вот такие вот такой формат но таких у меня уже блокнотов нет их в принципе не бывает это только бывают если брать альбомы для зарисовок то есть специализированные магазины для художника там уже и а3 есть и ватманы и все остальные но для записи для того чтобы записывать зарисовывать свои идеи я пользуюсь блокнотами которые вам показывала в предыдущих видео начиная с формата а6 а то есть а6 а5 и а4 вот и все вся моя коллекция почти что подошла к концу есть у меня еще естественно какие-то блокнотики которым не показывала ну пойти по частям их это пыталась доставать они у меня на самых разных полках находятся вот я так полками доставала с маленькие блокнотики с маленькой полки опять опять и вот а4 достала все пишите делитесь в комментариях какие у вас есть сокровища ваша коллекция откуда вы в основном привозить или где вы их заказываете свои блокнотики чем они вам близки дороги я еще не делала видео и у меня такая идея есть про ручки но не знаю как вообще их показываем что у меня одно видео есть уже по пишущим материалам для черных листов я просто снимала как различные маркеры выглядят на черной бумаге как вам представить свои ручки еще об этом подумаю вообще если вы тоже ручка маньяк пишите маньяки пишите тоже в комментариях посмотрим идет ли параллельно страсть к блокнотам и к ручкам потому что может очень любят тетрадки и блокнотики но совершенно равнодушен к ручкам у меня это такая история взаимосвязанная потому что я не могу писать ручка которая мне не нравится и могу все только которые бледная которая слишком тонкая люблю чтобы было ярко жирно понятно и чтобы ручка вот так вот плыла по бумаге потому что если будут какие-то вот эти вот пробелы и проплешины то я описать не смогу у меня мысли остановятся автоматическим что я замечаю что если бумага гладкая и ручка по ней гладко идет то и мысли рождаются сами по себе то есть как будто рука это проводник мыслей если она на чем-то останавливается то есть мысль тоже останавливается да или если мысль у тебя слишком быстро идет и нужно быстро очень писать поэтому тебе нужна гладкая бумага поэтому тебе нужен идеальный пишущий инструмент для того чтобы выразить скорость каких-то мыслей не забывало ли у вас такое что о чем-то пишешь пишешь пишу за секундочку задумался и раз эта мысль ушла то есть я вот не люблю такие моменты когда ты вроде поймал волну пишешь пишешь свою гениальную мысль а потом раз она уходит да ты там чем-то задумался и все это уже не можешь вспомнить о чем ты думал раньше что же там было у тебя гениального раньше вот на этом все буду заканчивать чао-чао